Всем привет! Меня зовут Наташа. Я рада видеть вас на моём канале, где я рассказываю о книгах. И сегодня я решила рассказать вам о книгах, которые я взяла в библиотеке 31 марта, но на апрель. И предлагаю долго не раздумывать и долго не размышлять, и сразу перейти к первой книге. Первая книга — это у нас Дафна Дюмарье «Трактир Ямайка». И честно признаюсь, что я у Дафны Дюмарье читала Ребекку, и, кажется, замкдор. Ребекка мне понравилась, а вторая книга не очень понравилась, она мне показалась достаточно скучной и затянутой. Но... Но «Трактир Ямайка» считается одним из самых известных романов. Уже как бы, да, мой прокол, потому что я об этом романе ничего не слышала. Её первый по-настоящему большой успех, за которым спустя два года последовал триумф Ребекки. То есть эта книга была, получается, до Ребекки, а потом уже была Ребекка. Очень интересно. Сегодня роман считается классикой готической традиции. Героиню Мэри Йеллан сравнивают с Джейн Эйр. Описанные в романе события разворачиваются в начале 19-го столетия. На фоне волшебных пейзажей Корнула, его пересковых пустошей и береговых скал. В полном соответствии с законами жанра, сиротевшая Мэри покидает родные края и едет к родне. Безетной тётушке, её мужу, Джоссу Мэрлину, грубому и нелюдимому, хозяину придорожного трактира Ямайка. Заведение пользуется дурной славой. Добропорядочные люди обходят его стороной. А между тем оно живёт своей странной и страшной жизнью. Постепенно Мэри начинает о чём-то догадываться. В её голове роятся ужасные подозрения. Но кому о них рассказать? В общем, атмосферу нагнетают прям такую, достаточно сильную. Эта книга имеет экранизацию. В 1939 году Альфред Хичкок снял по роману кинофильм с Чарльзом Лоутоном и Марина Хара. Первую из своих экранизаций книг Дю Морье. А в 1983 году вышел английский телесериал с Джейн Сеймор в главной роли. Честно признаюсь, ни того, ни другого не видела. Об этой книге ничего не слышала. Но если нам обещают, что эта книга принесла Дафне Дю Морье славу, я надеюсь, что книга действительно интересна. И парадокс в том, что мы какое-то время назад с подругой разговаривали как раз-таки о книгах Дафне Дю Морье. И, как оказалось, у нее достаточно богатая библиография. Но я знала просто в каком-то минимальном количестве книг. И как только в библиотеке увидела книгу, которую увидела с именем Дафне Дю Морье впервые, я решила, что это прям вот знак, что нужно брать эту книгу, нужно почитать, познакомиться и вообще узнать, нравится ли мне Дафне Дю Морье. Или Ребекка – это единственная книга, которая мне у нее понравится. Понравилась, вернее. Вот. Так что посмотрим. Я надеюсь, что здесь будет интересно и захватывающе. Но, кто знает, предлагаю перейти к следующей книге. Следующая книга у нас – это Джонатан Коу «Дом сна». Интеллектуальная головоломка, сложная и бесконечно красивая сюжетная мозаика, изысканный роман сон. «Дом сна» – ироничный и виртуозно написанный роман о любви, одиночестве, утрате и безумии. У героев Коу запутанные отношения со сном. Они спят слишком мало, слишком много, не спят вовсе, видят странные сны и не видят снов никогда. Ну, тут дальше очень много как выйдет по сюжету, но если вот так вот начинать по верхам, что называется. У меня тоже достаточно странные отношения со сном. Я сплю мало и не вижу снов. Поэтому я думаю, что мы найдем вообще язык с этой книги. Но, если честно, то Джонатан Коу я на этого не читала, не слышала. Ни в каких списках, подборках он мне не попадался. Это просто вот я увидела название «Дом сна» и подумала, что это должно быть интересно. Вот, собственно, вся моя мотивация. Я надеюсь, что это будет интересно, тем более, что тут как бы пишут о том, что потрясающе умный и удивительно остроумный, умный-остроумный роман и одновременно мудрый, благородный и обнадеживающий. Интересно. В общем, честно сказать, у меня здесь такая объемная достаточно книга. Я надеюсь, что она меня захватит настолько, что, когда я буду ее дочитывать, я расстроюсь из-за того, что она будет заканчиваться. Но, опять же, не хочется строить каких-то ложных ожиданий, иллюзий. Не знаю, у меня какое-то хорошее предчувствие относительно этой книги. Посмотрим, вообще оправдается ли мое предчувствие. И предлагаю перейти к следующей книге. А следующая книга — это у нас Стивен Кинг, «Институт». Еще недавно у 12-летнего Люка Элиса была вполне привычная жизнь, школа, обеды с родителями в любимой пиццерии, вечера в компании лучшего друга. Потом он проснулся не в собственной комнате, в комнате, где нет окон, дверей, а находится она в тщательно укрытом от всего мира месте под названием «Институт». Здесь над похищенными из разных городов детьми, обладающими даром телепатии или телекинеза, проводят жестокие эксперименты с целью максимально развить их паранормальные способности. Бежать невозможно. Будущее предопределено, и это будущее — загадочная дальняя половина института, откуда не возвращался еще никто. Однако Люк не намерен сдаваться. Он уверен, в любой системе есть слабое место, и он дождется часа, когда сможет вновь оказаться на свободе. Мне кажется, что эту книгу мне кто-то советовал, как очень хорошую книгу. Пока я вот прочитала аннотацию, мне показалось, что здесь какой-то вайб «Очень странных дел» будет. Прямо что-то очень похожее на героиню из «Очень странных дел». У нее тоже что-то похожее было. Возможно, кстати, когда писали сценарий «Очень странных дел», вдохновлялись Стивеном Кингом. Ничего не могу сказать, не читала ничего более подробно про этот сериал. Но мне хочется верить, правда, что у Люка получится найти слабое место в этой системе, что у Люка получится бежать. Я, на самом деле, у Стиви Накинга читала достаточно много. Я читала и «Сияние», и про «Сияние», и писала, и в видео каких-то говорила про «Сияние», и «Кристину», и «Мертвую зону». Кстати, «Мертвая зона» мне очень понравилась. И, по-моему, «Темная половина» начинается, называется книга, тоже мне очень понравилась. И «22.11.12.63» тоже читала. Мне тоже очень понравилось. В какой-то момент я очень сильно переживала за героя. Очень хотелось, чтобы у него всё получилось. Но как бы тоже понимаешь, что это такой достаточно обречённый момент. И смотрела экранизацию этого сериала. И что могу сказать? Мне в целом нравится вообще, как пишет Стивен Кинг. И я надеюсь, что тут тоже будет достаточно достоверно передана атмосфера, потому что у Кинга это достаточно хорошо получается. Ну, а больше, наверное, я ничего постараюсь не ждать от этой книги. Ни хорошего, ни плохого. Просто надеюсь, что это будет захватывающая книга. И всё. Поэтому предлагаю перейти к следующей книге. Ну, а следующая книга — это у нас «Питер Мэйл. Последуй, Сезанна». Питер Мэйл угощает своих читателей очередным бестселлером, настоящим деликатесом, в котором в равных пропорциях смешаны любовь и гламур. Высокое искусство и высокая кухня. О преступлении фарс. Юг Франции. Кто бы сомневался, что Питер Мэйл не напишет ничего о Провансе. И другие замечательные места. Основные компоненты блюда. Деспотичная нью-йоркская редакторша, знаменитая тем, что бизнес-ланчей. Для бизнес-ланчей заказывают сразу два столика. Главный злодей и мошенник — это искусство. Бесшабашный молодой фотограф, случайно ставший свидетелем того, как бесценная полотно Сезанна грузит в фургон сантехника. Обаятельная героиня, которая потрясающе выглядит в берете. Вот знаете, когда хочешь быть бесшабашным молодым фотографом, наверное, по жизни больше обаятельная героиня, которая потрясающе смотрится в берете. По крайней мере, мне так хочется в это верить. Ко всему этому по вкусу добавлены арт-дилеры, честные и не очень. Художник, умеющий гениально подделывать великих мастеров. Безжалостный бандит-наемник и легендарные повара, чьи любовно описанные кулинарные шедевры делают роман аппетитным, как птифуры, и бодрящим, как стаканчик пастиса. Да, одно это описание. Я взяла эту книгу. Ну, во-первых, потому что Питер Мейл и все годы в Провансе, которые были доступны в моей библиотеке, я уже перечитала. Я поняла, что мне нужно идти дальше по Питеру Мейлу и смотреть вообще, как он в художественной пройдет. А не только в автобиографической, но и в художественной. Так что я надеюсь, что тут также как бы с иронией будет прописано все. Что-то будет интересно, захватывающе. Ну и посмотрим, к чему все это приведет. Не хочется сильно многое загадывать, но учитывая, что мне нравятся книги Питера Мейла и нравятся, как он пишет, я надеюсь, что эта книга меня тоже не разочарует. И предлагаю перейти к последней, сегодняшней книге. Это у нас... Это у нас «Я сдалась» называется. «Ильчин Сафарли. Нет воспоминаний без тебя». Иногда это больше, чем то, что у меня есть. Я знаю, насколько Сафарли пишет про чувства. Это, наверное, самый удивительный для меня писатель, который, как мужчина, настолько глубоко пишет про чувства и про эмоции, которые испытывает. И настолько смело это делает. И я тут просто в какой-то момент словила себя на мысли, что хочется вот какой-то романтики, что ли. И... Ну, блин, ну какая романтика? В этой книге любви больше, чем страниц. Грустный, радостный, отчаянный, вдохновляющий. Такой, какая она вокруг и внутри нас. Если вы любите, то продолжайте любить, не вчитываясь в ее содержание. Если вы одиноки, то помните, что любовь порой не очень заметна, но она повсюду. В вас и в них тоже. В любом случае не переставайте верить в любовь. Даже если моя книга не убедила вас в ее силе. Ну, романтично, романтично. Хочется не переставать верить в любовь, когда читаешь подобные описания. Вот, и хочется каких-то вот описаний чувств. Очень... Ну, вот именно таких, как у Ильчины Сафарли. Я просто посмотрела на полку, увидела его книгу и подумала, какие к черту детективы. Надо вот чего-то такого, чтобы пробрало до самой глубины души. Чтобы все чувства обострились, чтобы прям вот почувствовать это все. Я достаточно такой эмпатичный человек. И когда я читаю про какие-то серьезные, глубокие чувства, я достаточно живо могу себе представить эту картину. Могу это очень так сильно примерить на себя. И для меня этот опыт, которым Ильчин Сафарли делится в своих книгах, он такой достаточно бесценный, потому что действительно это мужчина, который смело говорит о своих эмоциях, как о положительных, так и отрицательных. И он такой какой-то душевный, трогательный, романтичный, и при этом очень сильный. Вот. Так что какие-то вот такие у меня ожидания от этой книги. Я надеюсь, что она меня не разочарует. И что я могу сказать по итогу? Вот у нас снова пять книг. И, наверное, как-то преимущественно у нас английская литература, современная английская литература, хотя Адафна Демарья – это не очень такая современная английская литература. Стивен Кинг и Ильчин Сафарли. Одна дама и четыре мужчины. Я надеюсь, что мне понравятся эти книги. Также я надеюсь, что это видео записалось. Ху-ху-ху. Вот. Я надеюсь, что мне понравятся эти книги. Да что у меня сегодня? Я надеюсь, что эти книги мне понравятся. Но, кто знает, кто знает. Что ж, спасибо, что были со мной все это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики. Пересылайте это видео тем, кому интересна тема книг. Рекомендуйте какие-нибудь интересные книги. Вообще, какая у вас любимая книга у Адафны Демарья, если вы что-то у нее читали? Может быть, что-нибудь порекомендуете из вашего любимого. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который будет вот тут вот, куда я пишу отзывы, просто какие-то размышления, истории и прочее-прочее. Вроде бы все сказала. Пока-пока.